В этот день, 13 января 1945 года, началась восточно-прусская наступательная операция Красной Армии, в результате которой была взята столица Пруссии, город Кенигсберг, Калининград. 13 января 1953 года начались аресты по делу у врачей. Это был последний громкий политический процесс в сталинской эпохе. В этот день, 13 января, родились французский дипломат Марис Палеолог, оставивший ценные воспоминания о работе послом в России. Василий Шульгин, депутат-монархист в Государственной Думе Российской Империи, идеолог Белого Движения. Василий Витальевич Шульгин – фигура для российской истории первой четверти 20 века значимая. Пожалуй, вполне сопоставимая с такими людьми, как Врангель, Керенский, Троцкий. Служить России с оружием в руках ему не довелось. Хотя он пробовал себя и на этом оприще, но был безнадежно выведен из строя в первые же дни на фронте, во время штурма крепости Перемышль. Главным оружием его было слово. Отец его, профессор Киевского университета, умер, когда Василию не минул еще и год. Коллега отца, преподаватель того же университета, русский националист украинского происхождения Дмитрий Пихно, заменил мальчику родителя, заботился и воспитывал как родного отпрыска. С 1905 года Василий Шульгин начал писать для главной газеты родного города «Киевляне». Владельцы издания, а позже им стал и Василий, не скрывали своих монархически-националистических взглядов. Проявлять ораторское мастерство не только на бумаге он начал в 1907 году, когда с успехом выиграл свои первые выборы в Государственную Думу. Попав в кресло депутата, Шульгин первоначально занял крайне правые позиции, каких он придерживался в бытной журналистам в Киеве. А первую революцию Шульгин вспоминал как череду погромов, буйства, толпы и хаоса. Толпа ворвалась в зал заседаний и в революционном неистовстве изорвала все царские портреты. Некоторым императорам выкалывали глаза, другим чинили всякие другие издевательства. Какой-то рыжий студент-еврей, пробив головой портрет царствующего императора, носил на себе пробитое полотно из ступленных реча «Теперь я царь». Со временем его политические убеждения сместились в сторону центристских или умеренно правых. Нашло до того, что весной 1917 года он уже сам призывал императора отречься от престола и присутствовал при историческом событии лично. Осень того же года принесла ему самое жестокое разочарование. После большевистской революции он немедленно отправился в Новочеркасск, чтобы присоединиться к белому движению и стать его рупором. Революция забрала у него дело жизни – киевлянина. Продолжая печатное дело там, куда еще не добровались большевики, он поднимал народ на борьбу с красными, участвовал в управлении территориями, занятых белыми. Когда из Крыма бежали остатки белых войск, к ним в эмиграции присоединился и Шульгин. И вот в 1925 году ему неожиданно представилась возможность вернуться на родину. Здесь он хотел отыскать пропавших во время революции членов семьи и установить связь с подпольной, а на деле подставной монархической организацией, созданной ОГПУ. Чикисты продумали операцию блестяще. Шульгин так и не догадался, что стал жертвой тщательно спланированной кампании по разрушению единства среди мигрантов. Книга «Три столицы», описывающая пребывание Шульгина в Москве, Питере и Киеве, появилась во многом благодаря агентам ОГПУ, работавшим под видом монархистов с бывшим думцем. Шульгин под влиянием сподвижников заметно смягчил свою позицию, считая, что НЭП пойдет на благо России, а большевикам удастся вернуть страну к жизни. Осталось только срезать вертушку власти, ведь в корне устройство было таким же, как прессильна монархия. Авторитарная власть в руках одного человека. Вот к таким удивительным убеждениям неожиданно пришел старый монархист. Издание в СССР книги в самом деле внесло раздор между бывшими единомышленниками. Так, одна из центральных фигур миграции, Врангель, моментально разорвал дружеские отношения с Шульгином. А закат жизни самого Василия Витальевича вышел и вовсе диковинно. В СССР один из идеологов Белого движения отсидел 12 лет. Старость провел во Владимире. Он стал живым реликтом ушедшей эпохи. Монархист, к которому ездили советские документалисты, брали интервью. Умер он в возрасте 98 лет последним свидетелем отречения императора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова